Каждый раз приезжаю в деревню, и меня встречают вот такие дела. Вроде январь был дождливый, бесснежный, и думалось, что снега-то уже и не будет. А нет, ребята, пришел февраль, и снежок напомнил о себе. Вот первое важное, что мне нужно устранить, это вот этот косяк. Не имея достаточного опыта, начал обшивку вот отсюда. А когда пустил лобовую доску, увидел, что вот здесь образовалась какая-то некрасивая дыра. И вот я вот и не знаю, зашивать мне вот здесь вот таким образом или нет. Может быть, я это, конечно, решу уже после того, как здесь все будет подшито, не знаю, ребята. Но по-любому, вот точно такие же доски с той стороны я еще не делал. А здесь, как всегда, потом, 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 вроде никому не видно. Но вот сейчас, мне кажется, что время настало. Ну вот и опять, ребята, нашлась работа моему станочку. Не зря я год назад его восстанавливал, мастерил для него вот такую вот удобную подставочку. Кому интересно, кстати, проходить по ссылке, посмотрите, как я ее из чего делал. Мне надо будет обстрагать всего четыре дощечки. А там, глядишь, во вкус, войду, еще что-нибудь пострагаем. Страгание в одиночку, друзья, это, ребята, то еще приключение. Ходится танцы с бубнами танцевать. В целом, результат неплохой, ребята. Хоть станок и не самый совершенный, но со своей задачкой он справляется. Обстрагалная дощечка идеальна. Я, честно говоря, думал, что вот этот прижимной механизм работает как-то поэффективнее. Но, увы, советские пружины оказались не самые пружинистые. Вроде и дощечка малюсенькая. Но когда она шестиметровая, доставить ее к местному назначению, а тем более далеко не широкому, целая проблема. Да, ребят, с одной стороны этот пояс удобный, а с другой стороны, конечно, цепляется за все, что можно. Мне сейчас нужно сделать примерку. И потом уже по образу и подобию этой доски лепить все остальные. Я думаю, что не один я работаю в одиночку. И вот смотрите, вот такая вот конструкция. Сюда укладываешь гвоздик и все. И можешь одной рукой держать, другой рукой бить. Тебе третья рука для этого не нужна. Так что берите на вооружение. Если у вас до сих пор нет такого молотка, рекомендую. Не важно, какой это фирмы. Главное вот с такой штучкой. Вот. Оп. Все-таки молоток с магнитиком это вещь, ребят. Когда я делал то же самое на лицевой стороне, я, конечно, ребят, уханулся. Потому что вот над этой палкой начинал бить. И вот здесь у меня получилась дыра. Придется потом переделывать. Здесь я уже, конечно, поступил грамотнее. Жалко только, что это тыльная сторона. И этого никто не увидит. Ну вот, друзья, больше боялся. Все готово. Как по струнке. Очередное мелкое, но важное дело закончено. Хотя как мелкое. Полдня провозился с этими четырьмя досками. Пока построгал, пока прибил. Сейчас надо придумывать, что дальше делать. На самом-то деле, дел много, ребята. Но страшно начинать. Сегодняшний солнечный позитивный денек. Как-то и меня тоже настроил на позитивный лад. Я вчера вечером, когда заканчивал делать вот такую вот штуку с той стороны. Уходил домой с чувством неудовлетворения. Думаю, блин, ну что делать? Все как-то уперлось. Ждать до весны покрытия этого каркаса, мембраны и обшивку. Но как-то жалко терять время. Еще столько выходных впереди. Сейчас 23 февраля, 8 марта. Ну и так далее. Поэтому я все-таки, ребята, решился. У меня есть мембрана А-класса. Как раз таки, которая подходит вот сюда. Для наружных работ. Поэтому я рассчитываю, что я сегодня оберну ровно столько, сколько у меня есть мембраны. Вот на эту часть я надеюсь, что мне ее как раз хватит. Ну а дальше уже что? Бей рейки и вперед. Делай декоративную обшивку. Благо доски для внутренней и наружной обшивки у меня есть. Которые уже заждались тут, мне кажется, своего часа. Не знаю, хватит мне ли их на все. Скорее нет, чем да. Ну, как говорится, сколько хватит, столько хватит. А остальное купим новое. Для тех, кто здесь впервые, друзья, хочу вам сказать, что я нисколько не претендую на экспертизу. Потому что, ну, как минимум, строил вот такие постройки раз в 20-30 лет. Вот эту вот баню я, кстати, построил в 94-м году. А сейчас я ее переделываю. Поэтому это исключительно развлекательный контент. Но тот опыт, которым я здесь делюсь, он чаще всего базируется и на каких-то моих собственных победах и ошибках. И на том большом, гигантском количестве информации, которую я перелопатил в интернете, для того, чтобы, ну, как минимум, свой дом сделать правильно. К этому какие-то вещи можете брать и у меня. Я почему-то, знаете, как думаю, тот контент, который для таких вот обывателей, как я, кажется познавательным и каким-то очень полезным, то для профессиональных строителей это, наверное, кинкомедия. Потому что они смотрят на наши потуги и думают, вот, блин, экономисты хреново, наняли бы нас, мы бы все сделали быстро и четко. Но делать не в том, что денег жалко, а в другом. А потому что мне просто это нравится. Хочется все попробовать самому. Набить своих собственных шишек и достичь своих собственных побед. На всякий случай, ребята, сделаем еще одну проверку. Вот так вот по уровням. Отлично. Можно молотить. Воистину, когда начинаешь вот так вот обтягивать мембраны, то вот эта вот непонятная конструкция из каких-то перекрещивающихся палок сразу начинает становиться похожей на домик. И это радует, ребята. Не прошло и полдня, как пристройка стала выглядеть совершенно иначе. Слава богу, я прибил мембрану. Все, ребята, начинается новый этап. Теперь буду заготавливать рейки для вентзазора. Да и, собственно, можно уже начинать обшивать снаружи. По-моему, мне ничего уже не мешает. Пока я вошел во вкус и погода мне благоволит, я думаю, что я сейчас все, где только можно, заделаю. Потому что... Ну, а чего тянуть? Да, ребята, теперь моя баня не будет такой, как прежде. Это уже абсолютно точно. Сегодня я сделал такой очень важный шаг. Покрыл ее мембраной, а это означает, что обратной дороги нет. Теперь есть дорога только в одну сторону. Начинать чистовую обшивку снаружи. Кто-то из вас, наверное, скажет, что да какая чистовая обшивка. Сначала утеплитель надо положить и так далее. Ну, кому как, друзья. Я делаю так, потому что для чистовой обшивки у меня все есть. У меня есть доски, у меня есть станок и так далее. Нужно только время и руки. А вот для того, чтобы заткнуть здесь все утеплителем, и это, ребята, нужен бюджет. Если вам когда-нибудь доводилось строить лет 20-30 назад, когда электрического инструмента не было и в помине, тогда вы меня очень хорошо понимаете. Вот эта вот штука, вот такой вот непонятной конструкции, ребята, это не какая-то дизайнерская задумка. Это просто самое обычное откладывание делано потом. Потому что, представьте себе, все это пилить плохенькой одноручной ножовкой в отсутствие бензопилы. Насколько это было сложно. И вот это потом простояло почти 30 лет. Сейчас я не хочу ничего оставлять на потом. Мне очень хочется сделать так, чтобы сразу все было хорошо и качественно. Поэтому бензопила мне в помощь. И поехали. Ну вот, заодно и дровишки. Да и, как мне кажется, когда ничего не выпирает, тоже более красиво. Это, конечно, потом все зашьется. И видно, этого не будет. Но заодно проверили, насколько мои бревна сгнили или нет. Все цело, ребята. 30 лет для липы и для сосны. Это не срок. Вот смотрю я на все то, что я сегодня сотворил. И понимаю, ребята, что сегодня строительство бани перешло на новый этап. Качественно другой. Теперь начинается наружная отделка. Потому что, ну, по сути, все. Больше делать нечего. Вот из этого серенького неказистого сруба моя баня превращается. Но если не в дворец, то поменьше меря в шедевр современного деревенского строительства. Ну, а какой эта баня была раньше, проходите по ссылке. Сами все можете посмотреть. Ну, а с вами увидимся через неделю. Пока, друзья.